начну с самых первых двух две неожиданные покупки для меня совсем неожиданные потому что ни одно ни второе покупать я не собиралась первое как вы видите это монстера альба вариегатная в общем то я вообще не собиралась покупать и зашла к девушке совершенно за другими покажу дальше ну и купила вот эту буквально наверное она у меня неделю может быть чуть больше пока что только вот укореняемся пока что нет никаких точек роста ничего но в общем то в этом году я и особо не планирую как-то чтобы она у меня росла или там листочки какие-то давала пока что пусть укоренится хотя вы просто не умрет зимой но вы в регатность не самая большая в общем то я и не хотела большую в регатность второе растение это уценка избу центра хлорофитум оранж ну он уже один листик вот раскрыл 2 выпускает но в общем вот таком виде я его купила листики поломанные корневая вроде была неплохая немножко чуть подгнившая видимо была засушена потом полита ну я думаю с ним будет все хорошо хлорофитум очень живучие ребята так что я думаю проблем с ними не будет ну по крайней мере я не планирую хлорофитум у меня хорошо растут поэтому думаю все будет хорошо так дальше теперь перейдем к другой категории это калатеи арбифолия ее я просто купила в магазине это голландское растение вот у нас немножечко тут где-то ты еще есть посмотрим листики немножечко она мне решила подпортить ой что-то не вижу ну в общем не так все с ней плохо вроде она ни жива ни мертва я ее пересадила в грунт но она уже свежий вот в новый она уже тут корешки ой хочу снимаю выпустила вот буквально моментально нарастила буквально очень быстро за пару недель наверное корни вылезли ну вот тут есть так где сейчас я покажу вот вот новый ростик вот так сейчас фокусируется новый ростик есть ну за месяц это все чего она мне выдала но я думаю все с ней будет хорошо тоже зиму надеюсь мы переживем так вообще неплохое растение красивая листья все на месте после покупки чуть-чуть подпорченные там есть и все клещам и протравили профилактическая обработка делала всем ну и и входящую и профилактическую вот так что никаких потерь нет а кстати поставила я ее тоже возле окна и вы знаете но она не боится солнце и вполне себе спокойно существует возле южного юго-восточного окна дальше и снова калаты так все солнышко немножко уберем забыла как сорт называется надо подписать подпишу на экране как называется и себе тоже табличку нужно сделать подписать сейчас мы солнце уйдем вот красивая очень мне очень нравится тоже я их получила недавно посылкой хотя была жара когда посылка мне приходила но растение в общем-то неплохо уже себя чувствует тоже есть покажу вот ростик уже есть а вот туда же два представляете а я даже не видела так сейчас посмотрим как видно вот видно хорошо немножечко листики поврежденные были но я думаю это не критично вот но крышко здесь еще тогда даже если есть не не видно будет думаю ничего страшного так второе вот такая калатея лансифолия кстати это лансифолия тоже у нас уже тут есть прогресс вот два листика новых разворачивается где-то я еще видела по моему один листик он отсушивает вот но я думаю это не страшно корешки тоже здесь не видно еще пока ну главное чтобы нам пережить зиму а так она вырастет большая большая красивая очень хотел от растения но у нас был центре она стоит почти 3000 и честно говоря мне было жалко отдавать 3000 за большое растение ну вот это обошлось мне тоже чуть меньше тысячи по моему детка грубо говоря совсем кстати если кому-то будет интересно заказывала на озоне также в этом году я приобрела несколько аллаказий в том числе огромная аллаказия lowrider я ее наверное может быть чуть позже покажу может быть не буду показывать не знаю пока но начнем с малышей это аллаказия озлани у нее такой отблеск немножко сиреневатый сейчас переставлю не видно на камеру к сожалению ну вот так немножко видно смотрите прожилки сиреневые сиреневатый единственная проблема была у нас когда я ее купила я сломала точку роста отведите этот листик он был в процессе разворачивания и видимо я может быть рукой случайно задела когда поливала или что не знаю вроде все было нормально через несколько дней я подошла поливать и смотрю короче сломан но в общем то не беда потому что вот она уже новый ростик выдала конечно выглядит она не очень и купила я ее ну скрипя сердцем скажем так потому что за эти деньги которые я и купила она плоховато выглядит дат лист вообще какой-то вообще не очень пятнышки то после обработки и вот стволик оголенный но вообще растение красивое то есть листья должны быть очень красивые судя по тому что я вижу на маленьком растений большие должны быть вообще восхитительно прям красивые но мне предстоит из этого уродца вырастить что-то красивое надеюсь следующем году я смогу похвастаться чем-нибудь следующее это silver небула не знаю как правильно ударение ставить небула вот она у меня тут дома вот листочка в кучу уже тут нарастила все такие красивые все-таки аккуратно за магазинный лист вот эти вот домашние три вот эти три это домашние листья тут вот ростик еще одного листа в общем то она сбросила только один лист и один у него где-то порезанный вот так сейчас вот такой вот то есть но он такой был чуть-чуть кончик был желтоватый чуть погнивший я думаю что в это потому что она была залитая вы простите сейчас окно закрою такой шум от машин вот была залитая немножко но быстро очень растет быстро оклемалась в этом году еще жду пару листьев надеюсь что он тоже не погибнет у меня зимой но в общем как и все остальные black velvet довольно неплохо у меня адаптировалась неплохо растет вот листья новые у нее красивые уже довольно крупный кстати вот этот листик магазин и вот этот распустился после покупки по моему сразу или может быть я его купила с ним не помню в общем это не мой да ну и вот еще растет лист один отсушила практически сразу еще еще пока небольшие листья но все же больше чем были очень красивая в этом году я прям ударно решила сменить все растения кстати да сейчас расскажу полюбуйтесь пока на мой папоротник я перед тем как покупать все эти новые растения я решила избавиться от всех что у меня были двойные растения детки все там отсаженные какие-то от хлорофитумов малыши от пиларгоний лишних которые мне разонравились в общем а у меня были еще знаете эти как суккуленты которые цветут колонхоя колонхоя было у меня два разных один оранжевый один красный огромный я их тоже все порезала раздала обрезала огромные традисканции все подра подраздала что-то на улицу высадила в общем чего у меня тут только не было и все это отправилось в добрые руки кому-то подарила кому что-то продала вот у меня на улице жила все ледопепперомия большая вставлю картинку я ее продала огромная наросла она у меня этого была немаленькая вот но я ее выселила на улицу за ненадобностью поэтому у меня появилось место для новых растений и вот теперь я в этом в этом году в этом сезоне очень активно покупаю то что мне давно хотелось но не было особо возможности купить так в общем ладно не буду болтать много давайте покажу вам в этой же партии вместе с колотеями мне пришел дракон вот шкура дракона этот листик был тоже я ее пересадила вот этот листик пришел совершенно зеленый был прям вот только развернувшись и видимо пока он ко мне несколько дней ехал он только-только раскрылся и был бледный такой слабый зеленый и вот немножечко пятнышки на нем и даже полоса видимо мне его упаковывали лист был в процессе разворачивания видно вот полоску но он вроде как начал темнеть конечно он немножко помятый какой-то не совсем красивый но уже не так страшно как было когда пришел только ну точек роста мы пока от него не ждем потому что этот листик молодой я думаю что в этом сезоне вряд ли уже что-то будет ну корней тоже не видно посадила пока в маленькие стаканчики потому что ну там совсем они пришли ко мне в шестерочках совсем прям крошечные так что ждем чего-нибудь может быть ростик какой-нибудь будет ну честно говоря не надеюсь в этом сезоне не надеюсь потому что у нас уже солнца мало хотя обещают бабье лето но у нас правда очень высокая влажность у нас идут дожди кстати сейчас покажу у нас идут дожди и вместе с дождями получается огромная влажность из-за жары дождь точнее дождь ливень ливень жара ливень жара и влажность стоит 80 процентов у меня стоит увлажнитель но он уже не работает наверное месяц я его не включаю я вам сейчас покажу давайте посмотрим шестьдесят шестьдесят шесть процентов это при условии что уже целые сутки нет дождя ну вот не сутки чуть меньше шестьдесят шесть процентов без увлажнителя без ничего а вчера я снимала или позавчера что-то и пересматривала видео и увидела что там вообще 81 по моему я вставлю видео кусочек если найду вспомню где 81 это после ливня и стало тепло сразу вот так вот заодно давайте покажу вам сразу вот алаказия лоурайдер что-то у нас тут лист завалился не знаю почему причем только что заметила вроде с утра все было хорошо так она у меня растет все с ней хорошо вот такая лошадь листья огромные куча детей куча прям детей не знаю как я с ними буду не знаю буду ли я их отделять вообще-то по-хорошему надо бы мне кажется не видно ой вот так получше вот такая огромная лоурайдер я пока снимала выглянула солнце очень яркое я немножко тут пытаюсь найти как как бы мне так снимать чтобы ничего не засвечивать в общем вот последняя алаказия это жаклин ой она кстати из всех алаказий лучше всех адаптировалась и по приезду буквально через несколько дней начала растить листик и вот он молоденький листик новый такой малыш и кстати корешки у нее так на камеру наверное не видно будет ну вот нет видно вот корешочки там еще где-то есть чудное растение тоже малышка совсем конечно деточка прям ну мне очень нравится в общем за две колотеи и две алаказии драконы жаклин я отдала 4 тысячи рублей у нас в калининграде конечно их купить я не смогла нам привозят иногда там где-то в какие-то садовые центры где-нибудь в районе края города я видела колотеи ну вот жаклин кстати вообще не видела нигде ни на авито и я решила заказать на озоне если кому-то будет интересно пишите в комментариях я дам ссылку на магазин также еще у меня появились росточки еще не укорененные это стендапсус дарк форм маленькие листики совсем они у меня стояли стояли в воде и во мху тут 7 штук я их купила на авито в общем то ни в магазине не особо ни у кого таких нет я искала искала но вот нашла только не укорененные точнее все укорененные продавца были уже проданы мне вот что досталось досталось но пока корней они не дали я их буквально недавно пересадила в землю с мхом надеюсь что до конца сезона тепла и солнца они дадут хотя бы корни хотя бы укоренятся я не требую от них там какого-то суперского роста но мне не хотелось бы загубить уж очень мне нравится я смотрела кстати стендапсус и всякие разные silver hero и silver n у нас много кто продает укорененный черенок рублей по 700-800 продают на авито но пока не решилась купить потому что у меня есть экзотика и честно говоря я не уверена что еще одну такую лошадь я готова выращивать потому что это довольно крупное растение так то сейчас будет не очень красиво посадила пока в какой был горшочек потом конечно куплю пересажу чтобы было прилично вот отчиток бурита было 6 черенков два у меня почему-то сразу прям вот видите вот здесь вот внизу вот остатки вот листики падали не знаю может быть я когда их воткнула земля была сильно влажные они загнили я и прям очень быстро осыпались осталось у меня 4 черенка я их купила неукорененными черенками я кстати часто так делаю ну вот эти вот бодренькие вроде он у меня где-то недели ну две наверное ну пока вот эти живы вроде как укореняются ну тоже в этом сезоне конечно я от них уже чуда не жду но в следующем году будет вообще хочу вырастить из него большой большой отчиток чтобы он прям вот так красиво прям свисал чтобы были косы такие длинные очень люблю ампельные растения и подает он мне надежды большие на красивый кустик надеюсь что вырастет еще купила две пеларгонии ну это наверное не особо всем интересно одна вот зацветает немножко она страшненькая но в этом году я тоже их трогать не буду пускай как растут так растут так одна это у нас античная роза а вторая принцесса филиппа уже отцветает жалко конечно что отцветает я ее когда купила она была в полном распуске давай покажемся людям такой красивый цветочек разибудный вот хочу еще несколько прикупить разных других тоже розовых к своей леди гертруде в коллекцию вот люблю именно розовые розовые красные не люблю какие-то сложные какие-то там типа юф водолей всякие звезда водолея такие махровые сильно вот люблю именно вот такую форму маленьких розочек вот солнышко спряталось наконец-то хоть что-то видно вот тилансия моя дала деточку уже в принципе хорошо себя чувствует поначалу честно говоря я думала что она умирает но детка вот уже довольно большая в клеточке они у меня живут красиво хочу еще несколько тилансий чтобы вот здесь была чтобы вот сюда сбоку еще прицепить но пока что вот она одна пока не попадалось ничего хочу заказать но в этом году уже наверное не буду так что вот приятности подрастаем крестовник роули который должен был быть вариегатным но что-то он не очень вариегатный вот только то что купила то и вариегатное а все остальное зеленое но тоже подрос я его пересадила тоже пока горшок не очень но мы это поправим позже кстати купила для него кашпо увидела в фикс прайсе подвесные кашпо на веревочке такие вроде аккуратные все ну и думаю возьму почему нет пересажу у него крестовник в общем почему он у меня в таком вот страшненьком сидит да так в планах было что он будет в красивом но красивая из фикс прайса когда я взяла его в руки пальцами за край взяла кашпо лопнуло у меня в руке порезала руку и крестовник остался без кашпо красивого поэтому пока растет так ну эстетичность конечно это очень важная часть и в общем-то для меня важная покажу вам пока но что ж поделать если так произошло ну времени покупать бежать куда-то новое у меня уже не было поэтому живет в чем есть что было в то и посадила еще хочу кстати вот что снять цветет друг мой с потифилом я здесь вот сделала полочку и сегодня или завтра не знаю это кстати вот маранта стоит селивербенд но я ее давно довольно покупала уже месяца два-три наверное назад флебозиум тоже покупала блюстар в этом году они довольно неплохо растут себя хорошо чувствуют это здесь моя трагисканция с улицы ссадила все что были в маленьких горшочках в одну кучу вот пока что не очень красиво куча такая но ничего она еще подрастет вот что хочу сказать вот сделала полку и решила что мне нужна полка еще вот здесь и вот чтобы вот это все убрать вот здесь у меня стоит стихийные такие для растений я хочу сделать еще вот здесь полку и сегодня муж будет это делать либо завтра я обязательно сниму и покажу вам как в итоге получилось подсветку здесь я на этих частях не буду делать я надеюсь что им вот от этой подсветки хватит света ну в крайнем случае если что какую-нибудь лампу на прищепке сюда придумаю вот я размещу растения постараюсь красиво разместить и сниму об этом вам следующее видео и еще сейчас у меня тут образовались корзинка и горшочек с растениями я стригла сингониум мотлет он у меня огромный вымахал начал заваливаться я вам в следующем видео покажу это меня тут соседка попросила укоренить вот часть я продала а часть осталась вот у меня две продисканции три четыре тут даже излишки в общем мои один хлорофитумик который тоже остался из шести ну и по любому еще что-нибудь будет в общем к чему я это у нас в Калининграде будет своп 16 сентября и я планирую на него пойти заодно пристроить вот этих ребят возможно еще кого-то пристрою но я пока подумаю потому что мне хочется купить еще какие-то растения интересные для меня но поскольку как обычно места у меня нет я живу в однокомнатной квартире места у меня нет поэтому кого-то нужно отнести туда пока кто этого не будет я не знаю перед тем как я пойду на своп я сниму и сниму что с собой взяла обязательно мне для того чтобы снять вам сегодня видео пришлось вот этих ребят убрать переселить отодвинуть это у меня растет здесь под искусственным освещением уже немножечко несколько дней вот новый листик растит вот так не вмещаются растения приходится их убирать чтобы хотя бы видео снять нарос красивый я когда снимала первое видео говорила о том что он у меня был пострижен он у меня был обрезаны корни то есть кардинально прям я его отчекрыжила оставила 4 палки и вот с этих 4 палок нарос вот такой пышный красивый ажурный куст если вот это еще растет вот видите вот такие у него плети кстати видите вот уже листики дают и вот растет в общем если вдруг кому-то интересно пишите в комментариях сниму видео про аспарагус про уход он у меня кстати тоже жил много лет на окне на юго-восточном сейчас живет возле потому что просто не помещается вот если кому-то вдруг интересно пишите я сниму видео ну и полюбуйтесь немножечко на мой папоротник я сама на него любуюсь думаю и вам покажу красота какая про дисканцию кстати с улицы кто не видел забрала домой ой что это у нас тут листочки какие-то забрала домой ее мне так стало жалко я с нее обрезала несколько черенков ну кто просил люди подстригла с одной стороны чтобы она у меня могла встать вот сюда на полку а с другой стороны оставила вот такие длинные плети конечно я понимаю что ее уже по-хорошему надо бы почеренковать и переукоренить но мне жалко резать уж больно она красивая пушистая ну на сегодня все скоро будет следующее видео надеюсь мне будет чем вам похвастаться показать как красиво муж сделал мне вот здесь все красиво аккуратно а то вот эта куча собравшиеся с весны вот здесь вот на полках стихийно организованных честно говоря меня уже немножко напрягает так что до скорых встреч до нового видео буквально через несколько дней всем пока спасибо что досмотрели до конца и